Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем в непривычном для нас месте в Икеа Ростов. Пойдемте смотреть, сравнивать. Кстати, офигенная новая коллекция, не отключайтесь, как бонус ее увидите где-то в середине. Посмотрим интерьер, пройдем по всему магазину, покажем распродажу и просто сравним Нижний Новгород с Ростовом. Вот такие вот интерьерчики. Интерьеры, кстати, очень похожи с Нижним Новгородом, то есть товары те же, но размещение немножко другое. Дим, просто этот обзор сделай, чтобы не смысл рассказывать про него. Соответственно, когда другое размещение, другие квадратуры, да, выглядит это как-то по-другому, не так, как привычно глазу. Это такая детская, на двоих детей, 22 квадрата. Ну, наверное, редко кого такие комнаты бывают, но тем не менее. Мне очень понравилась вот эта вот гостиная, такая вот студия, общая квадратура. А, нет, вот гостиная 27 квадратов, то есть гостиная, соединенная с кухней, как я понимаю, ну, как-то по плану не совсем понятно. Ну, в принципе, да, здесь готовим еду, значит, все вместе 27 квадратов. Она такая вот в пастельных тонах выдержана, вон генсет желтый сюда очень хорошо лег. Кстати, поставили сюда новый диван, да, про который нам сказали, что мы его убукакали с ног до головы. Ну, как бы неплохо, ну, хотя сюда, в принципе, также и фрихетен, да, неплохо бы встал. Любой-любой другой диван. Здесь просто соблюдена именно концепция цвета, то есть хорошо подобрана, причем, видите, да, разнобой. Здесь и белые оттенки, и бежевые, и серые, но, тем не менее, общая гамма соблюдена. Даже немного розового и хорошо, ну, розовый хорошо с серым сочетается. Отсюда вот оно так и вписано. Кстати, сейчас началась распродажа. Она действует до 17 июля. Если вы будете... Распродажа неплохая в Ростове. Если вы будете проездом через Ростов в сторону нашего юга, заезжайте, не пожалеете. Вот такой интерьер есть у нас тоже в нижнем, но он разделен немного по-другому. Здесь 57 квадратов. Дим, это наша квартира. Детей нафиг, да, стен, перегородки нафиг. Покажи, пожалуйста. Все товары по 149 рублей. А, у нас, кстати, тоже такое сейчас появилось при входе. Интересно, когда собраны какие-то недорогие товары, когда идешь, там, подарок какой-то покупатель, не хочу. Нет, приходит, не приходит. У нас так же приходит. Ты просто давно в ту сторону не ходил. Вот такой у нас интерьер тоже есть, но он у нас без кухни. В нижнем он по-другому немножко выглядит. Здесь сочетание кнопки с иварами, лимонами, то есть такой средней бюджетности. Студия. Либо общежитие, кстати. Ну, общежитие, наверное, редко 20 квадратов комнаты бывает, поэтому, скорее всего, это небольшая студия. Интерьер один в один нижний. Только расположение другое. Зеркальное, да, отражено. Кстати, сейчас фасады будет. Пойдем покажем по скидке. Кто давно хотел кухню Будин, вот возможность сэкономить. Пример. Смотрите, значит, до распродажи кухни 190, сейчас ценник 183, а если вы предъявите карты KFM или будет 165. Ну, это понятно, чтобы карту не забывали. Ну, кстати, если вы ее забыли, можно новую завести. Причем это же не на всю кухню, а на элементы. Поэтому, если у вас, допустим, кухня, вы хотите именно обновить вот этими фасадами Будин, у нас есть обзор на канале, можете посмотреть. Можно прилично сэкономить. Такая гостиная у нас тоже есть, да? Только здесь очень много всего напихано, и более ярко, соответственно, смотрится по-другому уже. Так, ну что, тихонько заходим в отдел диванов. Сейчас будем смотреть, что у нас новое. Кстати, вот она. Ферниант. Новая коллекция с глазом. Пойдем ее смотреть. Вот такой глазестик. Обновленный вариант многих культовых товаров в Икеа от дивана до стола до мусорного ведра с откидной крышкой и сумки. В общем, обновили. Ну, давайте смотреть, что обновили. Так, ну, здесь обозревать уже будем полноценно, да? Она вот вся тут. Как бонус. Ну, где стою, отсюда и начну. Табурет Фердинанд, бук, белый, 3000 рублей, где находится в Ростове. Ножка, массив бука, прозрачно-акриловый лак. Сиденье, массив бука, акриловая краска. Ну, в принципе, забуковый табурет. А, его капитально привинтили, значит, у него две некрашенных ноги. Одна синяя нога. Основание. Вот это все краска. Внутренности. Ну, буковые ножки, они просто вкручиваются. Я люблю бук, он очень хорошо износостойкий. Ну, как думаешь, дорого 3000 за букову табурет? Дороговато, да? Ну, опять же, это ограниченная сила. Да, она ограниченная. Ну, наверное, табурет просто уже. Сейчас, я хочу сначала ценник взять. Ой-ой, ведро 12 литров. 2000. Красивая мусорка-то. Да. Обклей все, да? Дешевле будет. Кстати, да, ведь можно же сделать. Интересно. Сейчас посмотрим. Да, это классическое икеевское ведро. Здесь краска. Можно и обклеить, если надоел свое. Либо жалко 2000 тратить. Цветочки, мороженка. Кстати, народу немного. Мы вместе с детьми приехали. Дети сейчас на детской площадке. Старшие за младшие смотрят. Можно уже оставить. Вот так что. Наша мелочь может быть тоже попадет в кандар. Большую мы вам уже показывали. Еще и мелкую покажем. Стол 8000. Стол синий 140 на 70. Что напоминает? Напоминает очень стол Мельторп. Только чуть потолще столешницы. Покрытая пленкой меламиновой. Верхушка. Пластмасса, ABS. То есть фактически это столешница Линмон. Даже не Линмон, это больше столешница Лак. Вверх от стола Лак. И железные ножки. 8000. Вот это я считаю все-таки дорого. Вот они крепятся. Больше здесь нет ничего. Пустотелая столешка. Ну так хорошо все сделано. Закрытые углы. Ничего сказать не могу. Для меня пока дороговато ценник с 8000. Так. Интересно, можно сюда? Наверное, не стоит. Раздавлю еще, ржака будет. Так, карандаши. 5 штук. 249 рублей. Ну, карандаши благополучно вклеили. Наверное, все-таки в Ростове все это дело тырят. Ростовчане, почему у вас вклеены карандаши? Дизайнер Дарсель. Так, ну, это вот немножко не отсюда. Лампа с беспроводным зарядным устройством. 6000. Так, утяжелитель, чугун. Рассеиватель, пластмасса, АБС, сталь. То есть здесь светодиодные, да? То есть заменить ничего нельзя. Но светодиоды киевские ходят очень хорошо. А, вот она как включается. Интересная лампа. Ну, все в стиле коллекции, да? Желтый провод. Еще раз. 6000. 6000. В общем, вот такая вот лампа. Подожди, 5 стоит с беспроводным зарядным устройством. Это получается 6. Ну, если к интерьеру подходит, почему бы и нет? Так. Набор канцелярских принадлежностей. 4 штуки. Получается вот такой. Такой тазик. Вот такой белый стаканчик. И вот такая вот. А? Не черный? Да нет, нормально. Может, а? О! О! Да, вот так можно. Ну, кстати, вот уже, да, юзается и царапается синий. А, в беленьком глазик. На черном нет ничего. Да, металлическое полностью. Луженая сталь. Луженая сталь и краска. Книжка для записи 2 в 1. Так, здесь получается лицевая сторона полностью, да? Все рисунки с коллекции. Вот такие листочки. Мелкая клетка. Интересно. Едем, едем, едем. Кстати, она не вклеенная. Она на скобках, как в тетрадку. То есть разваливаться не будет. Все, книжечка закончилась. Та-дам! Новая. Слушайте, удобно. Это я любитель блокнотов. Надо, наверное, такую прикупить. Все в одном месте. Сейчас. Ты сама с собой там разговариваешь, да, о чем-то. Оканчивается книжка. Переворачиваем. И вот листочки. Так, набор коробок для документов. Циник там. А, кстати, вот карандашики, которые вклеены в стаканчике были. Потом, это у нас вешалка. Две штуки. 199 рублей. Они где-нибудь представлены? А, вон они, Дим. Вот синенькая и вот глазик. Вот в коробочке. А эта синенькая. Что-то далековато. Ну, вот, наверное. Ну, хотя бы, чтобы понимание было, что... Подожди, может, моя камера возьмут? Нет. Вылезли, ты не поймешь, что... Ну, да, сходу нет. Глазик интересный. В общем, если это... Коллекцию хочется и бюджетно, то тогда только вешалки. Так. А, вот. Это называется сервис 4 предмета. А где он? Это другое. А где сам сервис? Ну, что-то как все будет. А, вон он. Нет, она вся здесь должна быть. Силан нормально. Сервис. 4 предмета. Коробку вы видели. 999 рублей. Вот такая вот мисочка. Пепельница, что ли? Ну, вот что я из этого кушаю? Это соус. Соус, кстати, да, можно. Стаканчик. И вот такая вот большая тарелка. Ну, кстати, как подарок вполне можно, да? Кто вот такой вот... То есть что-то такое необычное нужно подарить. Сейчас найду, скажу. Это каменная керамика. То есть то, из чего Димера сделана. Так. Набор коробок для документов. Я бы где-то видела по ценнику сориентировать. Так. Коробка для документов. 700 рублей. Три штуки. Вот так она упакована. В черную большую. И сейчас покажем их. Пойдем вот туда, к письменному стаду. Получается две вот таких синих. С глазиком. Глазик, кстати, чем-то медвежонка по форме напоминает. И вот такая вот большая. У нас и заграничены черно-белые, которые... То есть это то же самое. Лангмой так же делается. Пойдем вот сюда. Чехол для планшета. 799 рублей. Хлопок полиэстер. Ширина 27 сантиметров. Тут как раз, наверное, самсунг или нет? Не уместится сюда той самсунг. Нет. Под какой планшет? Под какой планшет размером? 10 нового я пошел. Да? Да. Так, дальше у нас чехол. Я смотрю ваши на ютуб. Вы подписчик даже? Нет, мы снимем. Мы вообще из Саранск. А так в Нижнем Новгороде снимаем. Проездом. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Скоро Ростов выйдет. Завтра вернемся, обработаем, выложим. Слушайте, нас узнают. Один раз мы так столкнулись с подписчицей в Нижнем, а сейчас в Ростове. Надо, наверное, проехаться по городам, да, Дима? Мелочь? Да, мы пока в выпуск съездили, убедились. Но об этом будет отдельный обзор. Кстати, мы выпустим обзор. Будет у нас плейлист. Отвлекусь, да, уж на секунду скажу. Про Икеа Лайф. Да нет, я думаю, мы в Икеа про Икеа Лайф. Ну, решим, в общем, либо на втором канале. Будем рассказывать о нашей жизни. Очень захотелось рассказать про отдых в Крыму, потому что, ну, минусов больше, чем плюсов мы нашли. Поэтому хотим поделиться. Ладно, давай дальше Фердинанда снимать. Ферниант. А мне так хочется Фердинандом его назвать. Чехол синий, 499 рублей. Длина 18 сантиметров. Ну, я не знаю, куда. Кстати, смотри, они все вот такими вот брелоками. Только, наверное, из-за него можно купить, чтобы снять и куда-нибудь перецепить. Классный глаз. Так, и маленький чехол. Тоже 499 рублей. Это футляр для ручек. Ну, это прям вот пенал. Такой вот маленький пенал. Вот с таким вот цветочком. Ну, что-то для всей семьи. Ну, нет. В Дербанде. Это не на борде. 800 рублей стоит чехол для планшета. 500 рублей стоит такой. А ты уж обрадовался, что за 800 можно. Да, уже глазки загорели. Сейчас мы у кофе. 500, 500. 1800 стоит 3 вот этих. Облизнулся? Идем дальше. Да? Так. Что у нас здесь? Здесь у нас клепан. Двухместный. Кстати, клепан сейчас в распродаже. Сам каркас. 3000 скидка на него. А чехол, если вы хотите обновить свой клепанчик, стоит 4000. Слушай, ну вот это вот интересно. Потому что... Да, покажи сверху, а я пока расскажу. Клепаны, по крайней мере, у нас в Саранске очень часто заказывают магазины, детские студии, бьюти-индустрии. То есть туда, где люди сидят. Домой не так часто, кстати, их берут. Потому что, ну, полежать на нем получится. Ну, в основном, диваны для дома предпочитают, я думаю, все с этим согласятся, раздвижные, да, чтобы можно было и гостей положить. То есть это тупо сидячий. Поэтому, если вдруг, вот коллекция Ферниат подходит к вашему интерьеру, и вы хотите обновиться, не меняя диван, ребят, вперед, пока это есть. 4000 за новый чехол для дивана клепан, это недорого. У клепана все хорошо сделано. Мы про него, а нет, про клепан, мы, кстати, так, мы про клепан ни разу не снимали. Здесь у нас все на липучке. Вот сам диванчик. Мы уже дербанить не будем выставку, а то у нас так покосились немножко в сервисе, но сказали, идите, снимайте. Так, рюкзак. Я заранее посмотрела ценник, мы пока готовились, я небольшой прямой эфир ВКонтакте включала. Вот такой рюкзак, стоит 1500. Во Вьетнаме сделан рюкзак. Вот эти вот нашивки продаются отдельно. То есть сам рюкзак просто черный, 1500, два отделения. Ну, дай вот так покажу. Мне кажется, подростки, да, старшие школьники, которые такие вот нейтральные уже рюкзаки просят, для поездки, или дороговато, ты думаешь, полторы. Дороговато. Нет, но вот его, он, наверное, для этого Дима сделан, чтобы его можно было разными нашивками украшать. Вот именно если вы в таком виде. Ну, я бы синий сделал рюкзак. Чисто синяя как-то? Ну, вот сделали черный. А, объем у рюкзака, вот я что искала, объем у рюкзака 18 литров. Так, вот они нашивки. Темновато как-то, цвету мало, да? Не до конца света. Вот такие четыре нашивки. Они, получается, наклей, не наклей, а утюгом проглаживают. Я думаю, все помнят, в детстве у всех, наверное, такое на одежках было, да? Это термопаста. Здесь очки, глаз в круге, глаз в квадрате и радуга. Мне радуга понравилась. Ну, 500 рублей, по 125 рублей нашивка. В принципе, здесь все отстрочено, все тканевое, элементов железок никаких нет. Ну, чуть, конечно, дороговато, потому что я люблю такие вещи. Периодически девкам с вами покупаю на всякие штуки приделывать. Очки мне понравились, очков ни разу таких не встречала. У рюкзака, кстати, тоже брелок есть. То есть, получается, почти на всех, да? На текстиль вот на таком, где можно подвесить, вот такая вот штукенция висит. Так. Сейчас давай смотреть, чтобы ничего не пропустить по коллекции. Вот эти нашивочки. Смотри. Ребят, вот дойдем скоро до того, что Икея просто везде на все будет, как в магазине делать, да? А кто-то просто тупо спер. Самая красивая. Что забрали? Красненькую забрали и радугу забрали. Да. Вот зачем? Вот так красиво. Вот ни разу, да. А, кстати, только по ножеточке. У ножеточки у нас камушки тырят. А вот так, ребятушки, ну, я не знаю, конечно, не факт, что это ростовчане, да, сами сделали. Может быть, кто-то и приезжий. Ну, в общем, друзья мои, желать я вам ничего не буду, но про вас я плохо подумала. Мысль, она говорит, материально, может, долетит. Так, блокноты. Ну, все. Ферниат показали. Что по коллекции? Вот мое мнение. Текстиль хороший, плотный. Ну, возможно, кстати, да, как ты, Дима, говоришь, распродажи нас рассудят. Ты думаешь, не буду ее до зимней? Коллекция, которую мы снимали, морскую, бело-голубую, она вся в распродаже. И хорошо скинута. Пятьсот, тысячу. Ну, восемьсот рублей за чехол для планшета я бы, наверное, отдала. Карандаши, конечно, дороговато, 250 рублей, но если все в одном стиле. Сервис мне понравился, чехол мне понравился на клепан. Табурет я все-таки считаю буквой не сильно дорого. Лампа настольная, тоже ценник адекватный, выключим. Ну, у Икеи есть за 5 тысяч, чисто белая. Дима, а если это в детскую или как определенному интерьеру, так что вполне. Ну что, пойдем дальше гулять? Обзор длинный будет, попкорном запасайтесь. Ну, параллельно показываем скидки. Чехол на подушку. Не знаю, какая-то у нас аномалия творится в Ростове. У нас выключаются камеры, садится батарейка, которая заряжена полностью. Поэтому, ну, надеемся, что успеем. Диван трехместный. Экибол. Снимали мы его в каком-то одном из обзоров. Сейчас он со скидкой 5 тысяч можно сэкономить. Ну и, по-моему, 30 тысяч за него дорого. Диван Бакабу со скидкой 43 тысячи. Эти скидки, кстати, есть и на сайте. Не знаю, есть ли смысл их показывать. Анна Меа, синий в клетку, 500 рублей сейчас. На 100 рублей его удешевили. Юмперлик. Кресло стало стоить 3 тысячи. Вот 3 тысячи из него хорошая цена. Его можно использовать на улице, на балконе. В общем, дома, в саду, где угодно. И глубина хорошая. То есть сядет любой человек. Любых парков. То есть и по ширине, и по глубине. Так, здесь у нас кресло все. Такая постелька со скидкой, кстати. А, 200 рублей, 200 рублей мало. Постелька классная. Диванчики Лискили. Со скидкой сейчас посмотрим, на что скидка. Потому что у Лискили чаще всего скидка на какой-то элемент. Распродажа, бла-бла-бла. Но не может быть на всю комбинацию. Наверное, все-таки поленились. Обычно скидывают на какой-то элемент и из него. Ладно, узнаем. Новенькое увидела. По крайней мере, у нас на момент отъезда в отпуск этого не было. Беддинги. Шифтебу темно-синий. То есть это тот же шифтебу, который идет в Поингах, в Страдмонах и у Фрихетена. То есть тот же шифтебу. Поэтому, если вдруг вы собираете в этом цвете, беддинги теперь тоже в коллекции. Ну и зад, как он был лысым, так он и есть. О чем говорили, что распродажи нас рассудят? Тенкверт. Обзор мы снимали месяц назад. В распродаже он зашел на 50% практически скидка. Черный кабинет, который мы пытались снять три раза. Он у нас время в темноту заходил. А, смотри, гостиная форма та же, размеры те же. Немножко, да, по-другому изменили. Давай покажем. Ой, смотри, какое интересное решение. Вот про это мы... Пойдем. У нас такого нет. Вот это крючки вообще для велосипедов. Ну, в основном, да? Дим, студенты строительные. Ты сам учился, да? Куда это нужно было все? Вечная проблема, куда деть? Ну, и недорого. И удобно. Дальше, смотри. Рейлинг. Да? Саша, читай кино. Да, у нас есть, кстати, родственник-архитектор. Рейлинги. Вешенки, которые, когда не нужно проекты вешать, можно под вещи использовать. Места занимает мало, на самом деле. Уголок из линмона. Ну, как-то архитектор и розовый цвет. Ну, ведь смотря, что, наверное, архитектрит. Девочка молодая, да? Ну, да, кстати. Это, может быть, просто дизайнер. Может быть, тут... Ну, так дизайнеры видят. А так, фактически... Значит, что там, сколько тут надо? Какие? Ну, Дим, цветовая гамма же легко меняется. Так, идем дальше. Заходим в отдел гостиной. Здесь у нас всевозможные столы. Вот такой табуретик. Так, типа Фэмили сейчас... Ну, по распродаже, да? На диванах особо скидок нет. Ой, смотри, у нас такого нет. Лантива. Нет, а, по-моему, это даже не лантив. Дим, это новый диван. Аксеста. Шифтебо желтый. 36 тысяч. Интересно. Не знаю, у нас появился или нет. Давай присяду. Мне понравилось. Удобно. Классный. Он кровать. Ну, я тебе предупредил, что я... Ну, как все любят у нас большие боковые... Да, смотри. То есть, вот это прям вот стоящее. Во-первых, здесь хорошая боковушка. То ли так закрепили... Нет, там только снизу крепится. Вот это слабое место. На него садиться нельзя. Он будет отваливаться. Валики, да, поваляться. Так. Ага, вот. Спальное место получается... А, это 216 на 108 раскладывается. Спальное место 122 на 190. Щелчок. Я вовнутрь хочу залезть. Смотри, какая... Ну, слушай, ну добротно. Вот прям, ребят, я довольна, честно. Вот в этот раз икея мне угодила. Во-первых, вместительный ящик пологой формы. Здесь хорошая, крепкая... Вот, смотри, изнутри. Вон, видишь? Нет, сними, покажи его, чтобы видно было. Нет, вот этот вот загиб покажи. А если его еще выпустят в бежевом, в сером, в каком-нибудь молочном, коричневых цветах, да? Так, здесь у нас стандартно все. Пойдем вовнутрь, покажем механизм. Вот она сама раскладуха. Это принцип бейдинги, такой же механизм. Здесь березовые фанеры, сосновые бруски, ножки. Сейчас посмотрим, из чего. Так, раскладываю. Ножка. А-ля береза. Здесь на замке. Единственное, что, конечно, нет... А? Здесь замок. Но в такие места... То есть он разъезжаться не будет. Это вот как у бейдинги. Ну, в принципе, нормально. Так, давай посмотрю, что здесь можно. Непонятно, можно не отстирать. Мне кажется, нет. Минимизировано. Ну, нормально. То есть, с учетом... Я не знаю, конечно, сколько сейчас вообще в магазинах дивана стоит. Просто по сравнению... Тридцать шесть. Дороже Фрихтен, да? На десятку. Даже больше. Фрихтен 22 стоит прямой. Ну, по-проще, по-проще. Попроще, да. Здесь как бы сама конструкция интересная. И визуально он выглядит. Вообще, я не могу услышать. Деревяшек побольше. Ну, да. То есть, есть за что отдать. Вот. Один щелчок. Все. Вот так. Я довольна. Мне понравилось. Это, кстати, первая новинка за последние полгода, которая мне прям вот... Вау! А, подожди. Два положения у тебя с линкой более покатные. А их все можно сделать... Полулежа, да. Да. Можно так оставлю? А вот, кстати, Фрихтен рядом с ним. А, задняя сторона? Ну-ка. Задняя полностью. Ну, это можно же делать. Ну, вот нет претензий к дивану. Ни к цвету, ни... Вот Фрихтен прямой 22 тысячи. Фрихтен меркнет. Меркнет на этот фон? Да. Понравился? И он подушки проигрывает. Здесь цельное, понимаешь? Вот он монолитом смотрится. Пойдем дальше. Положительные эмоции. После диванчика. Вот такие птички сейчас пофемили постер. Целых 50 рублей скинули. Но, тем не менее. Так, мы дальше в отделе стеллажей, всевозможного хранения. Пока такого вот вау не вижу. Вот этот шкафчик, который уже распродажу распродают. Сейчас он 3000 вместо 8. Металлический. Так, дальше в Беста заходим. Ну, Беста, в принципе, примерно как у нас все сделано. Ну, а? Подожди? Да, он здесь распродаж на стартовой странице. Здесь как бы вот, ну, просто расположение другое, да? А так... О, смотри, вот интересная штука. Мне вот это понравилось. Кстати, мне понравилось в библиотечке запасных частей. Смотри, вот это снимается. Ты можешь взять ручку и фактически приложить ее к любому фасаду, да? Куда ты ее там хочешь пришурупить. Да. Ребят, нижний возьмите на вооружение. Можно любую ручку приложить, попробовать. Так, ну, Дима просто общее снимает, а я хожу выездиваю. Ой, ягодная свечка подешевела. На 100, на 100. Так, на улице ливень, судя по звукам. Рабочие письменные столы. Ну, вы у нас с ними все знакомы. Тоже иди сюда, смотри, интересно. Поль, линмон с регулируемыми ножками, тинги. То есть, показаны все растущие столы. Можно никуда не бегать, а сравнить прямо вот на месте, да? Не отходя. Порядевшие, сильно порядевшие все рабочие стулья. Ужасная погодка за окном. Кстати, у нас Маркус в нижнем со скидкой в 3000. Маркус сейчас 14 стоит, в нижнем он сейчас 11. Мы в нижнем приедем, а там решим. Не решим? Берем. Так, заходим в отдел кухни. Может просто как бы вот, ну, интерьеры, да, кухонные. Нас давно просили. На улице даже слышно, как на улице дождик льет. Ну, стандартная кухня, 9 квадратных метров. Нам балкон вот такого на кухне не хватает, да? Пойдем дальше. Посмотри, уже просто другая планировка, и смотрится все как-то по-другому, да? Уже начинаешь, идешь и замечать. Ну, вот это уже давно прием используют подписчики Икеи. В официальной группе ВКонтакте разных вариантов много. У нас девчонки в Саранске тоже так делают. Делается веревочка. На веревочку просто как на занавеску одевается ткань. Коробочки. Это такие вот уютности милые, да, которые, ну, душевности, что ли, придают. Няшности, да. Ну, вообще интересно гулять по другой Икеи, вроде бы все то же самое, все так же. Ищешь разницу. Ищешь разницу, да. Уже взгляд цепляет нюансы, которые у себя где-то и не видишь. Отдел кухонь побольше, но здесь много аксессуаров добавлено. У нас он покомпактнее, более сжатый. Интересно, кстати, по квадратуре разница, насколько между ростовской Икеей и нашей. Даже вот такие вот вещи. Вставка, да, в средний. Вставки в ящики, разделители. Они в свободном доступе. У нас Максимера вообще никогда не представлены. Это все. А с фуллсерфа с полной выдачей. Здесь оно вот. Мери, смотри. Значит, больше места все-таки у магазина. Мне кажется, визуально уже больше места. Даже простое, что мы прошли, мы должны быть где-то уже в отделе посуды, да? Я бы не сказала. Нет? Посудная сушилка Финтор по акции. Вот она черненькая. Смотри, даже автомат с водичкой вставлю. Уборка, компактное хранение вообще всех таких аксессуаров на дверке. Вот это мне тоже нравится. Ну, понятно, на кухонную дверцу утюг вряд ли кто пришурупевать будет. Но, тем не менее, все как бы вот оно в одном месте, все подвешено. Так, заходим в обеденную зону. Из сосны. Снимали его, помнишь? В столах. Или не было у нас его? Индастрил. Не было, не было, не было. Очень интересно. Грубый. А как так сделано? Ну, Вот уже видно некоторые элементы, некоторые товары, которых у нас нету. Ой, смотри, Юнкерлик хорошо оценили на 5 тысяч скидках. Вот его бы снимали? Вот это точно у нас такая бомба. Была. Лавочка-бомба. Есть. И в обзоре, чтобы редким мы ее показывали. А я помню. Ты камеры по сторонам возишь? Ладно. Процесс контролирую. О, иди сюда. Сколько стоит? Десятка скидка. Это стол, в который мы влюбились, когда снимали обзор, но он такой огромный. 235 сантиметров от огромной гостины, либо кухни должна быть, чтобы его уместить. Вот 25 уже адекватный ценник, да, за? А, думаешь, вот... Да, кстати, вот. Урезали бы пополам в районе 12 тысяч. Мне кажется, продавался бы хорошо. Ой, вот этот остров, у нас он не представлен, по нему все страдают. Кухонный остров, стол. Давай хотя бы такой короткий мини-обзор сделаем по нему. 30 тысяч. Так, сейчас буду смотреть. Отделка из шпона. Столешница, ДСП, бумага, массив бука. Кромка, массив бука. Ножка, ДСП, массив бука. Ну и элементы меламиновой пленки, железо. Так, получается задняя стенка, чтобы сидеть. Здесь у нас можно и стаканчиков уже разоцепить за ножку, можно и поставить что-то. А здесь вот такие вот полочки. Друзья, ну я не знаю, как бы, с какой цели вы просили его снять, куда его использовать. Вот домой, мне кажется, смысла нет его вообще ставить. Интересно? Ну вот где ты увидишь, что это явно не гостиная. Что-то не действительно, но если не так много места на кухне, то и надо чем-то расправить. Хорошо, наша кухня, ну вот кухня 9 квадратов, ты не воткнешь его. В кухне 20 квадратов. Тогда можно, да, как отдельный вот такой стол-остров. Ну, в общем, вот такой вот. Ничего сказать не могу, все хорошо сделано. Смущает ДСП в столешке, но, в принципе, все хорошо закромлено. Покрытие ровное, мало света, прям вот реально темно мне. Такие вот кубики. Кто просил, смотрите. Чего, и кидали в барный стол. А, барный стол. Это мы все снимали. Так, плавно вплываем в отдел спальни. Покажи дождик за окном. А, смотри, картина про спродажи, дай посмотрим. Так, холст. Тысяча. Тысяча. У нас не такая рама? Нет, это 140 на 100. Постер бабочки. 140 на 100. У нас постер есть, но раму нет. Раму нет, но раму можно и спостылить. А в нижнем они по 99. Ширму не уценили? Нет, 7 тысяч стоит. Ну-ну. Покажи, пожалуйста. Смотри, интересное сочетание. Фельхарм. По-моему, секонд рама. Ну, здесь вот разбавлена, да? Привязка к деревянной мебели, к плетеной. Подростковый хаус. Друзья мои, мы идем по отделу, где собирают гардероб и паксы. Вот, допустим, в нижнем такого нет. То есть стойки, где с людьми работают. А здесь, смотрите, детская зона. Потому что часто приходят с детками. Заходить не буду. Табличка, снимайте обувь. То есть такие вот маленькие детские зоны. Мультики. Вот у нас почему-то вот этого нет. Идем аккуратно, люди. Кстати, в магазине не жарко, комфортно. Вот что я увидела. 21 градус показывает табло. Вот, табло с температурой. Так что идешь и чувствуешь, да, что не жарко в магазине. Вот это вот интересно. То есть оно какие отношения не имеет, но имеет отношение к нашему комфорту. Так, из паксов. Получается, вот эта вот зона с паксами, она стоит в середине спальни. И плавно мы перетекаем в постель, в детскую. У нас детская потом. А здесь дальше интерьеры еще продолжаются. Видишь? Вот это вот по-другому. У нас как бы такого нет. Это уже в моем понимании, что мы в отделе хранения должны быть. Другое размещение и другие ощущения от магазина. Так, мы сейчас заканчиваем выставку мебели. И переходим в масс-маркет. В масс-маркет, где тоже небольшие интерьеры. Ну и дальше уже пошло, да, детская. Потом, скорее всего, должна быть посуда. Но по-другому быть не может. Вот смотри, интересно, да? То есть уже сразу на самой кровати. Как бы времени, да, на это не тратится сильно много, а удобно. Ну вот здесь мне не очень нравится. У нас как-то покомпактнее, поинтереснее. По-по-по-юютнее. По-по-юютнее, да. Это место по-по-по-юютнее. Детский отдел. Хрюны. Больше, Дим, больше, да, смотри, ну много. Даже смотри, вот те же труфасты. Видишь, какое количество расположено? Нет, Дим, ну надо спросить будет. Можно где-то потом ставим в конце. Магазин сколько квадратов? Сравнить потом с нами. Ну, ты посмотри, даже игрушек больше элементарно, да? Да. Это она и для ребенка. Наши ребенки где-то тусят. Не звонят наши ребенки. Смотри, какое дерево. Ну, пока у меня от магазина положительные впечатления. К нам уже подходили, спрашивали, что мы тут делаем. Уже два раза. Да. Иди сюда, новая кастрюлька. 1800. Тяжелая. Так, ну не той. Вардоген. Или нового цвета полотенца появились? Вардоген, 1700, 3 литра. Эмалированная кастрюлька. Ребят, тяжеленькая. Килограмма два весит. Ну, Дима, это прям советская кастрюля, да? Вот она, классика. Ее можно, в ней можно и готовить, и духовку. Смотри, вот здесь дырочка. То есть, когда пена вся, что-то убегает, оно не убегает на плиту, оно вот сюда сначала попадает. Полотенца Элли появились в зеленом цвете давно. Их не было, они выходили из ассортимента. Запустили их опять как новинку. Ну, Икеа любит снять, запустить. Да, и нас не обманешь. Я, честно, высматриваю новое что-то. Я, честно, иду под впечатлением до сих пор от дивана. Я его уже вижу, как он стоит в зале. Ложки-вилки. У нас вот этот в коробочках. Здесь на цепочках. Тоже, в принципе, выход. Можно подержать. У нас открывается бокс, и вот они вот так вот просто прицеплены. У нас, я имею в виду, в нижнем. Ну, такой вот вариант. Мне больше нравится. Так, отдел посуды мы прошли. То, что интересное нашли, показали. Новые подушечки Габрики. Мы их снимали, новинки. Их уже уценили. Значит, с продажами по ним туговато. Тувалий плед. Тоже из нового ассортимента. Тоже в распродажу ушел. Вот он. Мы фактически полмагазина прошли. Ощущения, все-таки, повторюсь, положительные. И в магазин, мне кажется, больше. Друзья мои, кто тоже был и в Ростове, и в Нижнем, давайте сравним. Просто визуально, да? Больше, меньше магазин. Именно по ощущениям, по внутренним. Так, пойдем еще скидки покажем, какие есть. Вот такой вот Dark Hild. 700 рублей. Скидочка мелочь, а приятно. Ну, 700 рублей, в принципе, не мелочь. А Виральди? Чехол на подушку на 100 рублей ниже. Если к зимней распродаже что-то останется, еще уценят. Покрывало уценили вообще на 600 рублей. Это прилично. Слушай, а это что за сумка? А, у нас, они к нам ведь так и не приехали. Мы клиенты в этот раз такие сумки привезем. А интересно, кстати, да? И как пляжка, и как... Просто летняя сумка для города, да? Ну, для города слишком сильно, скажем. Смотри, 500 рублей. Мы клиенту выкупили за 700 до распродажи. Ну, почему? Под городской такой кэжуал можно. 3 тысячи. Дим, вместо 5 вот это. Помнишь, там качалка понравилась? Я уж поняла, что нет. Не уедет она с нами в Саранск? Не уедет. Так, ну, ты ее поставишь в подъезд. Зеленые бабочки. Тоже натурие оценили, да? Один раз заказывала клиентка, но ей понравилось. Тенкверт. Потихоньку дешевеет. С 2 тысяч уже спустился до 1 тысячи. Сейчас до постели дойдем. Постель покажу тоже скидки. Смотрите, мы сейчас в отделе штор. То есть там, где ткань, да, нарезают. Здесь у нас стоит деревянная лавочка. Покажи, здесь клепан стоит. Доска миловая для рисования деткам. Ребят, мы вот что нашли. У нас нет ни одного кулера в нижнем. То есть... Вообще сейчас нету. В кухне есть спрятанный далеко-далеко. И все. И то там никогда стаканов не бывает. Проверяем работоспособность. Льется. Может даже тепленькую сделать. Мы уже миллион раз писали по этому поводу в нижнем, чтобы сделали кулер более повсеместный. Потому что когда много ходишь, особенно в нашей ситуации, когда снимаешь, у меня элементарно пересыхает горло. Приходится останавливаться, доставать бутылку с водой из рюкзака. Лишний вес на спине. Это опять дискомфорт. Мы плавно перемещаемся дальше по магазинам. Отдел текстиля. Я углавлю это где-то через текстиль. Вот о чем я тебе говорила, да? Уценили практически все. Халаты. Были 2 500, 2 500, стали 1700. Наволочки на 100 рублей уценили комплекты. Абажур, Дима, на 1000 стал дешевле. Пододеяльник с наволочкой на 600 рублей. Однушка. Косметички, кто не успел купить, сейчас вот за 500 рублей, очень хороший ценник. Вот за эту цену, мне тогда коллекция понравилась, а со скидками вообще нравится. Полторы тысячи уценили большой комплект. Чехол на подушку 800-200 на 500 рублей уценили. Плед уценили 500 и 100 на 600 рублей. Еще один плед вообще на 1300 в половину рубанули. Вот так распродажа нас рассудила. А давай про все говорить. Что дорого, может, уценить будут. И люди покупать будут больше, смогут. Перемещаемся в ковры. Ой, пойдем мы по филос покажем. У нас, говорят, не привезут даже. Ой, коврик новый. А, нет, не новый. Люнсга, мы его уже показывали. Когда не поняли, да, что это. То ли шкурка, то ли коврик. Так, цен ты пока... Ты цен не знаешь? Вот предположи, пожалуйста. Вот ковер. Тигра. Искусственный. Сколько стоит? Уже страшно, да? Добрый. Тысяч пять, наверное. Двадцать пять тысяч. Так. Тридцать тысяч обращу. Тридцать тысяч. Вот такой ковер стоит. Вот так. Может, я что-то не понимаю больше? Не знаю. Вот дизайнеры. Развешенные, которые сделали. Икея, арт-эвент девятнадцатого года. Потом цените, покажем. Кстати, а может, уже кто-нибудь прикупил? Семнадцать тысяч. Тридцать тысяч. Тридцать пять тысяч. Тридцать. Шестнадцать. Двадцать пять. И двадцать пять. В нижней сказали, даже не привезут. А, конечно, он себя стирает, нет? Нет. Сам себя не убирает? Не убирает. И есть, и готовит. И есть, и готовит. Я в ванной. Мы в отделе ванной. Ну, что сказать? Пойдем смотреть. О, первый раз вижу в Икее, чтобы был интерьер вот обычной российской квартиры. Обычная ванная. Кстати, как вариант экрана, да? А я, наверное, вот в этот раз экран выкину и вот так сделаю. Только шторку можно не вот так, можно отстрочить и одеть вот сюда. И повыше поднять штангу, да? Растянуть. И ржаветь ничего не будет, и отваливаться ничего не будет. И закрыто. Вот она, обычная российская новостройка. Потому что те интерьеры ванны, которые представлены в Икее, да, они клевые и красивые, но на 90... Не у всех такие ванны. У некоторых еще меньше. Из-за хрущевки. Ну да, там совсем мало. О, смотри, какая ванна. Покажи. Из горца. Тут жить можно. Ты сюда загляни. Всех родственников сюда. Всех помыть. Нет, это уложить. Вот, смотри. Сюда пройди. Даже собственные. Ну, кстати, их и в небольшие ванны берут. Он и стул, и присесть можно, и полотенце развесить. О, смотри, здесь уже 23 градуса. Там 21. Так, всевозможные штучки. Так, отдел для животных. У нас мы его вам уже показывали. У нас даже есть обзор. Ну, смотрите. Белого, черного, зеленого цвета. Вот такой лоток для наполнителя. Цена 300 рублей. Мне кажется, ценник адекватный. Высокий бор. То есть, кисоньки есть куда зарыть. И для мелких собачек вполне может. Честно, я вообще сначала подумала, что это лежаночка. То есть, для мелкой собачки. Пас. Сюда можем взрослой поместиться. Смотри. Альберта дешевле. Чего? Вторая часть отдела хранения. У нас просто это все в одном отделе. Мы ожидали из хранения уже попасть в оформление. А здесь мы заново попадаем в растянутое большое хранение. Здесь это уже миксуется по-другому. У нас, например, все вот эти зеркала в отделе оформления стоят. Новинками порадовать нечем. Все то же самое. Кстати, девочки, кто не знает, у икеевских зеркал есть одно замечательное свойство. Вы в них выглядите худее ровно на размер. Так, а вот мы в отделе оформления. Свечечки-вонючечки. Дима, ну, оформления однозначно больше. Соответственно, все-таки прихожу к выводу, что сам магазин больше, чем нижегородский. Да, конечно, мы сейчас дойдем до склада. Ты имеешь в виду, может быть, у нас большой склад, а здесь сэкономили на складе? Да. Похожий на мэтр. Два с половиной на два с половиной. Нет, такая же картина есть, только поменьше. И вот еще такая же есть. А она, получается, без рамы, просто они ее на это. Гигант. Ну да, и попадаются товары, которые у нас вообще не представлены. Вот, например... А, ну это новинка, может быть, у нас уже она и есть. Интересно, горы. Шарики, да, из-за гор вылетают? 1500 стоит. Тоже пьертрит. А здесь, получается, глыбы льда. И облако, да. Так, ну все, мы дошли до склада. Наконец-то. И баллончик. Мы его сегодня возьмем. Зачем? Он? Он нам прям сегодня нужен? Может, мы его с нижнего привезем? Ясно. Скот. Ну, значит, при входе нижней шире. Да. Прям намного шире. Пойдем посмотрим по количеству товаров. Здесь хват на особо не раз не снимали? Да. Он мне чем-то казанский напоминает. Так, мы в отделе уценки. Давайте смотреть, что сдают. В каком состоянии сдают. Слушай, ну отдел уценки поинтереснее. У нас он больше, больше напихано. Здесь все вперемешку. Здесь и уценка, и выходящие из ассортимента товары. Мы не успешаем. Наверное, все-таки уценки везде свои, да? То есть он как бы вот, ну, везде свои. Уценка везде своеобразная, скажем так. Смотрите, на что мы наткнулись. Вот в нижнем такого нет. Ребята, возьмите на заметку. Это удобно. Беста, направляющий ящика. 250 рублей. Какие-то маленькие кусочки железные, ножки. То есть в уценку буквально все попадает. Но ведь вот порой реально люди ищут. Вот ищут какую-то там ножку, какую-то штучку. А это есть. То есть здесь, получается, в уценку попадает все. Вот все, что можно запаковать и продать, все в уценку идет. Ну что, друзья мои, мы закончили прогулку. Хотим показать маленькую зарисовку. Вот как выглядят покупки посредников. Нас тоже ставят в нижнем на отдельную кассу, когда мы собираем сами. Ну, люди собирают ваши заказы. То есть с какого-то региона собирают заказы. Возможно, с какого-то близлежащего к Ростову. И вот, что мы еще нашли. Это специально для отдела IKEA Business в Нижнем Новгороде. Ребята, вот в такой будке сидят ребята с Ростова. Ну ладно, совсем уж не обижаются. Ну не в будке, ну не знаю. Ну как, ну вот прям вот. Совсем отделили. Совсем отделили, да. У нас выходишь, плавно попадаешь. То есть они как-то вот со всеми вместе. А там сервис отдельно, корпоратив отдельно. Ну что, у меня все. Впечатления? Ну, мне понравился магазин. Во-первых, он по-другому расположен. Соответственно, товар выглядит уже по-другому. Кое-что из новинок. Диван меня вообще впечатлил. Вот честно, мне очень он понравился. Если выйдет в других цветах, я думаю, он будет хорошо продаваться. Нас два раза останавливали. Ну минус, но культурно. Да, мы подошли в отдел сервиса. Нам, кстати, в Нижнем, наши ребята, спасибо. Наташа вообще отдельное спасибо, что подсказала нам, как приехать в другой город, да, рассказать. Мы подошли в отдел Кейсервис, объяснили, кто мы, что мы. Нам сказали, да, можно, но только не в коммерческих целях. Ну, мы сказали, что у нас Ютуб-канал, поэтому коммерческие цели нет, не могу сказать. И потом к нам подошли не охранники, просто ребята в форме Икея. Что вы делаете? Мы объяснили, сказали, что с сервисом согласовано, все, как бы от нас отстали. Охрана не подходила ни разу, что радует. Понравились кулеры в магазине, понравились табло с температурой. Мне вот, например, это чисто такие вот вещи, которых мне в Нижнем не хватает. Клиентская зона очень активна. Да, развита вот клиентские зоны, более так вот для людей активно. Заказы мы еще до конца не забирали, не могу сказать, как будет коммуницироваться с отделом. Отдельный большой. Да, кстати, отдельный большой грузовой лифт. В Нижнем у нас, увы, такого лифта нет. Я думаю, у нас в этот лифт сразу по 8 тележек. Так, хоба, в Казани такой же лифт большой. Да, но он в другом месте. В другом месте. А здесь сразу выходишь, то есть вот мы выйдем, тележки заберем, мы сразу, да, мы будем на парковке. Ну, нам понравилось. Так что, друзья мои, кто едет проездом, останавливайтесь в Ростове, переночевайте, либо просто передохнуть в Меге, заходите. Икея здесь хорошая. Ну что, всем пока, до новых встреч, теперь уже в Нижнем Новгороде.